Выражаем благодарность нашим спонсорам. Всем привет! Поскольку пятая часть подписчиков моего канала это лица возрастом до 18 лет, меня постоянно спрашивают, можно ли заниматься страйкболом в таком возрасте. В данном выпуске страйкбол для чайников я постараюсь подробно ответить на данный вопрос. Вначале хочу предупредить, что все сказанное является моим личным мнением, основанным на моем опыте, российском законодательстве и здравом смысле. И чтобы адекватно воспринимать следующую информацию, я рекомендую пересмотреть первый выпуск страйкбол для чайников, где я рассказывал, что такое страйкбол, аирсофт и какая между ними разница. В России и соседних странах сложилась ситуация, что игра с названием аирсофт, в которой нет возрастных ограничений, была фактически заменена игрой с названием страйкбол, в определении которой изначально было возрастное ограничение 18 лет. Сразу хочу открыть для многих большую тайну. Несовершеннолетние тоже играют в страйкбол, ну или в так называемые игры с лесоптневматикой, так же, как они смотрят в фильмах с рейтингом 18+. Но я думаю, это не является тайной для многих. При этом хочу напомнить, что согласно статье 13 Федерального закона об оружии, конструктивно сходные с оружием изделия, с дунной энергией не более 3 джоулей оружием не является и находится в свободной продаже. Напомню, что 3 джоуля – это энергия удара шара со скоростью 172,5 метра в секунду и массой 0,2 грамма. Следовательно, ограничение в 18 лет законодательно не мотивировано. В чем же причина такой возрастной дискриминации? Само собой, возрастное ограничение ввели люди, которым было далеко за 18, и я их охотно понимаю, поскольку сам занялся страйкболом уже после армии, и мне порой было неприятно играть на одном полигоне со школьниками. Я ни в коем случае не утверждаю, что все несовершеннолетние поголовно неадекваты и несознанщики. Среди взрослых таких людей тоже много, но среди несовершеннолетних их доля немного больше. Вызвано это в первую очередь отсутствием у многих школьников реальной ответственности за что-либо, в отличие от многих взрослых. Но среди несовершеннолетних тоже есть представители, которые по адекватности и здравому смыслу потягаются со многими взрослыми дядями. Естественно, что многие школьники стеснены в средствах, потому играют в чем попало, что неприятно глазу опытного страйкболиста, и я не исключение. Но даже если у них достаточно денег, для многих это не повод следить за своим внешним видом. Если на страйбольной игре совершеннолетний гражданин получил травму, например, упал и сломал ногу, он сам будет отвечать за последствия. И вероятность привлечения организаторов игры к ответственности будет крайне мала. За исключением случаев, когда сами организаторы игры создали опасную ситуацию, например, не закрыли колодцы. Что бывает довольно часто. Но если травму получил несовершеннолетний, то привлечь организаторов к ответственности будет намного легче. И никакие предварительные расписки от родителей, что они берут на себя ответственность за здоровье своего ребенка, в суде не будут иметь никакого значения. Отвечать, скорее всего, придется организаторам игры. Поэтому на свои крупные игры я не допускал лиц младше 18 лет. И этому ограничению следуют многие серьезные организаторы. Теперь, когда вы знаете основные причины, почему в страйкболе есть ограничения по возрасту, у вас наверняка возник вопрос. Что делать, если вам нет 18 лет, но вы хотите начать заниматься страйкболом? Я постараюсь высказать свое мнение. Если вам еще не исполнилось 16 лет, я рекомендую повремениться с страйкболом. Но если желание играть очень велико, вы можете купить недорогие спринговые пистолеты и ружья, чтобы играть с друзьями-ровесниками. Но при этом играйте по правилам и не забывайте об элементарных правилах безопасности, особенно о защите глаз. Если вам уже исполнилось 16 лет, вы можете обратиться к одной из страйкбольных команд, чтобы она взяла вас рекордом. Так вы сможете посещать некоторые тренировки и, возможно, даже крупные игры. Но все зависит от конкретной команды и от организаторов игры. Но при этом вы не должны забывать, если вас взяли рекордом, вы несете ответственность за репутацию команды. Если накосячите, второго шанса у вас уже не будет. Если кто-то из ваших родителей играет в страйкбол, то по договоренности с организаторами вы тоже можете посещать страйкбольные игры. Но в этом случае лучше не косячить, и начать гребете еще и от родителей. Во многих городах есть военно-спортивные клубы и казачьи общества, которые занимаются довоенной подготовкой молодежи с использованием airsoft-пневматики. Это не совсем страйкбол, но довольно интересно и полезно. Если у вас все же не получилось стать рекордом какой-то команды, и вас не допускают на тренировки и игры, вы можете самоорганизоваться с вашими друзьями, такими же школьниками, как и вы. Но не забывайте, что на вас лежит большая ответственность. Ведите себя адекватно, потому что по достижении 18 лет вас все равно не пустят на игры, если на вас будет много косяков. Надеюсь, что данный выпуск был для вас полезен. Если это так, то с вас лайк. Подпишитесь на канал и группу ВКонтакте, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. В описании есть много полезных ссылок. И играйте честно. Субтитры сделал DimaTorzok